Мы с вами находимся в детском центре «Маленький Лис», где идет работа по проекту «Превращение». «Превращение» — это проект развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Вокруг творчества очень много мифов, которые разделяет большинство людей. И они касаются того, что творчество — это что-то такое, что нужно не всем. Творчество — это прерогатива только некоторых профессий. Творчество — это только про что-то художественное. На самом деле это не так. Потому что творчество — это способность создавать новое и решать парадоксальные, неразрешимые задачи. И психологи обнаружили, что это то, что жизненно нужно каждому человеку для счастья. Просто потому, что задачи, которые мы встречаем, уникальны, неповторимы. Для того, чтобы решить такую задачу, нужно уметь пользоваться не стереотипами, а какими-то особыми способами решения задач и воображения. Одно из открытий, в частности, и российской психологии, Льва Семеновича Выгодского, Николая Евгеньевича Вераксы, состоит в том, что у детей дошкольного возраста тоже можно развивать и поддерживать творческие способности. Вообще вокруг детского творчества есть тоже очень много мифов. Например, одни люди считают, что все, что делают дети, по определению творческое. Оно же такое необычное. А другие считают, что наоборот. Творчество — это то, что должно развиваться и поддерживаться уже потом, когда дети овладеют какими-то озами знаний. Ну, после, например, начальной хотя бы школы или даже в старшей школе. А малышам надо осваивать нормы. На самом деле, действительно, ростки творчества можно обнаружить в дошкольном возрасте, но если их не поддерживать, они не развиваются. И мы можем увидеть, как дети лучше решают парадоксальные задачи, придумывают, если образовательная среда этому способствует. Жизнь по программе превращения строится в событийном формате. Нам всегда приходят письма, прибегают персонажи или случается что-то, на что нужно очень быстро реагировать. Перед детьми встают различные творческие задачи, которые необходимо идти и решать здесь и сейчас. Одна из составных частей творческих способностей — это диалектическое мышление. Казалось бы, это что-то такое очень сложное, доступное только взрослым. Но одно из открытий Николая Евгеньевича Веракса состояло в том, что дети дошкольного возраста тоже способны решать парадоксальные задачи. И вот здесь результаты решения одной из таких задач, когда дети придумывали, как же сделать так, чтобы корабль Айболита был невидим для пиратов. И они придумали самую настоящую идею маскировки. Вот мы, например, можем прочитать, что можно накрыть корабль такой простыней, на которой нарисовано море и пальма, как будто корабля нет, а есть только море и пальма. А вот как спрятать корабль ночью, можно накрыть его черной простыней, и ночью он виден не будет. Или корабль может замаскироваться китом, и тогда все окружающие пираты могут подумать, что это на самом деле никакой не корабль, а кит. И все вот эти идеи детские, они представлены таким образом, что дети могут увидеть, что их идея интересна. Здесь обязательно есть подпись. И к этим идеям дети могут возвращаться и обсуждать свои идеи. Если посмотреть на все детские сады с точки зрения условий для развития творческих способностей, то их можно разделить на три большие группы. Первая группа – это детские сады, где скорее препятствуют развитию детского творчества. Конечно, не специально, но так получается. Что это за детские сады? Это такие группы, в которых очень мало времени на свободную деятельность, мало времени на игру, очень бедная среда, то есть материалы, например, только пластиковые, нет неструктурированных материалов, с которыми можно придумывать какие-то интересные штуки. И вопросы, которые задаются, как говорится, манна-кашные. То есть детям не нужно думать, чтобы на них отвечать. В таких случаях мы говорим, что вот эта природная детская готовность создавать новое, придумывать, она даже гасится. В других группах просто нет препятствий тому, чтобы развивалось детское творчество. Ну, например, есть время для свободной деятельности, есть какие-то материалы для игры, и взрослые не мешают, по крайней мере, детям создавать какие-то поделки, штуковины не по образцу, и не мешают играть. Но есть третий вид групп, в которых именно поддерживают детское творчество. Что это означает? Это означает, что кроме того, что я уже назвала, то есть возможности для игры, возможности для экспериментирования, возможности вообще для какого-то придумывания, взрослые еще и создают ситуации, где они вбрасывают какие-то вопросы, которые заставляют детей задуматься, и которые при этом являются для детей остро интересными. Вот это очень важно, что это не навязанные вопросы, а вопросы, которые вырастают из детских смыслов. Поэтому, кстати говоря, они чаще всего облечены в какую-то игровую ситуацию, когда в группе что-то происходит, и такие задачки решаются детьми с восторгом и с увлечением. Сень, у тебя вот к этому комментарий? Нет, я другую идею хочу. Так, другую идею, хорошо? Потому что это могла быть кошка чернодела, она с одного боку могла быть чернодела, а с другого беля. О, черная-белая кошка, я не могу сказать, что это может быть, я не знаю. Я не знаю кошка. Хорошо, а ты рисуешь. Есть еще у кого-то идеи, кто бы это мог быть? Я слышала зебу, почему зебу? Потому что она и черная, и белая. Зеба в полоску. Ну, а также утка Глаша утверждает, что это черная, но значит она бы сказала и черная, и белая. Она бы сказала, что черно-белый кто-то ходил в еде. А она бы сказала, что кто-то черный, как ночь, а ночь не черно-белая. Так, нужно вспомнить, что он прошел в маленькую норку, оставил большой след, а еще оказывается он и черный, и белый сразу. О, как у меня! Может быть еще кто-то. Ну, что ты хочешь? Майя, Майя, какая у тебя идея была? У меня идея, что этот белый кот, ведь ночью все черные, значит и белый кот очень черный. А когда он вырезает пуклом, тогда кот становится белым, как всегда. То есть это не черный-белый кот, а просто белый кот? Нет, он, а у меня есть возражение. Давай, давай. Он сразу ночью, чуть светлой ночью, потому что он же не может, вот так вот ночь наступила, и он перекрасился полностью. Тимофея белая очень хорошо видно, поэтому это точно не белая. Так, ну идея была интересная. Еще одна. Давай. Моза, это холион, ведь он имеет нятки цвета, и поэтому он черный, чтобы его не увидели, а белый, он утром. Холион, интересная идея. Итак, что происходит в таких группах, когда есть вот такой челлендж, вызов, который заставляет придумывать что-то новое, потому что на самом деле ни дети, ни взрослые в основном, если нет такого вызова, и не придумывают новое, потому что, ну, можно же пользоваться тем, что уже наработано. В таких группах, где есть поддержка детского творчества, происходит четыре процесса. Во-первых, идет поддержка детской инициативы. Инициатива – это способность перешагнуть через задачу, которую перед тобой поставили, и создать новую задачу. То есть вот это детское «а давайте» или «а что если», которое возникает у детей, и которое потом когда-то скажется во взрослом изобретательстве, во взрослом создании новых картин или новых машин, можно поддерживать уже в дошкольном возрасте. Во-вторых, это авторская позиция. Авторская позиция – это отношение к своей идее как к ценной. И авторская позиция появляется тогда, когда взрослый начинает ценить то, что создали дети, идеи детей, и начинает создавать места, где в среде представлены детские идеи. И ребенок может, как в зеркале взрослого взгляда, увидеть свою идею, подумать, да, действительно, я интересно придумал. И это тоже основа будущего творчества. В-третьих, это решение парадоксальных задач, когда дети придумывают, казалось бы, что-то невозможное. Как же это сделать? Когда, например, решается противоречивая ситуация, когда что-то должно быть, например, и живым, и неживым. Или вот как сегодня дети придумывали, как сделать корабль невидимым. И они придумали идею маскировки. Мы прямо видим, как в этом есть будущее изобретение. И в-четвертых, это воображение, когда появляются новые символические персонажи, когда возникают метафоры в детских историях и в детских рисунках. На самом деле, истории и рисунки у детей не отделены друг от друга. История, рисунок и игра – это единое произведение, и в этом специфика дошкольного возраста. И вот в этой группе можно увидеть, как все в среде работает на то, чтобы поддержать детские творческие способности. Для развития творческих способностей очень важна группа, в которой находятся дети. И здесь важны две составляющие. Первая – это организация пространства и предметов, которые детей окружают. И второе – это те правила и то взаимодействие, которое осуществляется в группе. Самое интересное, что взаимодействие тоже можно увидеть в среде, на стенах, то, что окружает детей и вокруг них. Еще одно очень важное место для развития творческих способностей – это игра. Детско-спонтанная игра. И здесь для нее должно быть оборудовано специальное пространство, и дано время, и определенные правила, которые помогают творчеству внутри игры развивать. Что касается пространства. Для того, чтобы творчество в игре развивалось, очень важно, чтобы было много места для организации сюжетно-ролевой игры. Все-таки это именно та деятельность, в которой больше всего есть возможность для выхода творчества детей. Чтобы, ну, то есть, каким образом должно быть пространство оборудовано? Оно должно быть большим, в нем должно быть все понятно, находиться на своих местах, ящики должны быть подписаны, и внутри должно лежать много различного материала. Материалы делятся на несколько категорий. Первое – это ролевые материалы для игры, то есть те, которые помогают ребенку определить роль и комбинировать сюжеты, то есть создавать эти сюжеты. И второе – это неструктурированные материалы, то есть какие-нибудь тряпки, втулки, палки, то, что можно как раз-таки применять по-разному. Как раз-таки эти материалы и провоцируют детей на развитие творческих способностей. Помимо этого, зоны должны быть мобильны и многофункциональны, то есть изменяемы и трансформируемы. Поэтому в ней должны присутствовать такие вещи, как модули, ширмы, вишала, возможно, еще какие-то вещи, средства, палатки переносимые. Все это необходимо для того, чтобы ребенок мог изменять пространство в зависимости от того сюжета, который он придумал. Чем интереснее, чем необычнее сюжет, тем больше появляется творчество именно в игре. Для развития творчества необходима еще зона конструирования. Именно там ребенок может развивать любую свою идею, воплотить любую постройку, или в этой же зоне может развиваться режиссерская игра. Для того, чтобы поддерживать вот такие творческие идеи, чтобы у ребенка они вообще появлялись, то в зоне необходимо учитывать некоторые условия. Зона должна быть достаточно большой, и в ней должно присутствовать много разнообразных кубиков, которые отличаются друг от друга по размеру, в форме, возможно, даже цветами. И материала должно быть много. Только благодаря этому ребенок может воплотить любую конструкцию. Но если еще в этой зоне будут присутствовать игрушки различные, то также ребенок может там реализовывать какие-то сюжеты, и вообще будет развиваться в полной силе режиссерская игра. Для ребенка очень важно научиться определять время и осознавать себя в пространстве, в котором он находится. Если ребенку просто рассказывать или запоминать с ним какие-то вещи, например, какой сегодня день недели или число, то это будет малоэффективным. Чтобы действительно ребенок понимал структуру того, что происходит с ним и как он находится во времени пространстве, то важно создавать с детьми календари собственноручно, то есть вместе с ними и совместно. Это помогает ребенку структурировать жизнь вокруг себя. Например, из чего состоит сутки, или неделя, сколько там дней, что происходит каждый день, или календарь на месяц, или на год. Когда ребенок это все создает самостоятельно, обсуждается, что-то после этого он зачеркивает, то понимание структуры времени у него формируется и появляется такая общая картинка мира. Помимо этого, важно не только создавать с детьми эти календари, но еще и вешать на видное место, там, где ребенок может взаимодействовать с ним каждый день. Видеть, обращаться, показывать друзьям и обсуждать с друзьями, например, что происходит, где должна стоять стрелочка на понедельнике или на вторнике. Поэтому здесь вы можете увидеть на стенах такие собственные календари, которые собственноручные, которые дети сделали сами. Зона, в которой дети рисуют и мастерят, тоже должна отвечать некоторым требованиям. Все материалы, которые хранятся в этой зоне, должны быть в доступе на уровне каждого ребенка. Материалов должно быть много, потому что у детей бывают много идей, и воплотить их они могут абсолютно разными способами. Могут пойти рисовать карандашами, фломастерами или красками, могут пойти лепить из пластилина, могут пойти сделать аппликацию. Для всего этого должен быть материал, и ребенок, каждый ребенок, должен знать, где этот материал хранится, и что он без проблем, без вопросов у взрослого, может пойти и взять этот материал. В этой зоне должно быть столько разных материалов, даже для того, чтобы можно было создать новогоднюю пальму. Мы решили в этом году с детьми отпраздновать необычный Новый год, и поэтому нам нужно вместо елки, которая обычно растет там, где холодно, создать пальму, которая растет там, где обычно тепло, и украсить ее новогодними украшениями. Также в этой зоне должны быть индивидуальные папки каждого ребенка, потому что очень ценными являются работы каждого ребенка. И ребенок, после того, как закончил делать свою работу, может положить ее в свою индивидуальную папочку. Очень важно, чтобы в этой зоне был один общий стол. Это помогает развитию коммуникации детей. Каждый ребенок может попросить передать ему фломастер нужного цвета, или клей, ножницы и так далее. Также можно попросить заглянуть в свою работу своего друга и спросить, тебе понятно, что нарисовано? Или предложить обсудить идею, которую нарисовал ребенок. Мы стараемся записывать детские идеи. Когда ребенок нарисовал свою работу, мы просим объяснить, а что ты нарисовал? Мы записываем слова печатными буквами, чтобы ребенок мог прочитать в последующем и вспомнить свою идею. Или объяснить ее другим товарищам, тем, кого не было в этот день, или объяснить, что вообще происходит в этот момент в группе. У нас есть очень уютное место, где хранятся книжки. Дети очень любят это место, ведь там можно по-настоящему расслабиться. Там есть уютный диван, подушки, мягкие игрушки. Все это зовет для того, чтобы пойти и полистать там интересную книжку, посмотреть картинки. Очень часто из книжек мы берем сюжеты для новых событий. Мы пользуемся персонажами этих книжек, сюжетными поворотами или какими-то маленькими отрывками, чтобы включить это в образование. Место, где хранятся книжки, должно быть уютным. Ребенку должно хотеться взять книжку и здесь же ее полистать. Поэтому очень важно создавать мягкое пространство в этом уголке. Взрослым, которые собираются работать по такой программе, тоже нужно очень многое уметь. Во-первых, замечать. Замечать интересные идеи, которые предлагают дети, слышать вопросы, которые задают дети, замечать интересные ходы, которые появляются в детской игре, восхищаться этим и возвращать это детям в таком отраженном виде. Во-вторых, конечно, нужно уметь самим придумывать. Придумывать интересные вопросы, придумывать свои сюжетные повороты, в том числе, кстати говоря, и в игре, не разрушая игру, а умело ее сопровождая. И взрослый сам должен показывать образцы творческого поведения. Если дети должны видеть творчество, то, конечно, они должны видеть это у окружающих взрослых. И самый лучший способ развития собственного творчества – это развитие детского творчества, то есть работа по программе превращения. Продолжение следует...